Всем привет, уважаемые зрители и здоровые подписчики, с вами Константин и сегодня у нас очередная серия по выживанию Warma 3 Mod Exile. В этой серии, ребята, хочу показать тем, кто заинтересован в этой игре, как можно быстро фармить деньги благодаря вертолету. Может кто-то с этой игрой знаком и для него это будет не новая информация, но для большинства, я уверен, эта информация будет новая и интересная, потому что мы будем использовать вертолет, путешествовать по всей карте, летать и искать крутую технику, по крайней мере, хотя бы ту технику, на которой можно удобно зарабатывать. Это один из самых быстрых заработков, но он немножко рискованный, но об этом по порядку. Кстати, ребята, по поводу наборов клан, также предложения все еще в силе, людей набираю, возраст желательно 25+, ну как минимум от 20, все зависит от собеседования. Для того, чтобы со мной пообщаться, нужно перейти по ссылочке в описании под этим видео, там есть ссылочка на мой дискорд. Там ник Константин в дискорде уже, да, рядом корона, потому что дискорд мой, чтобы вам было легче найти. Вы пишите мне в личку, мол, так и так, мне столько-то лет, голосовая связь имеется, хочу с вами поиграть в вашем клане. Вот. Сервер, сразу скажу, пиндосовский, поэтому здесь будем много воевать. Не думайте, что здесь будет скучное ПВП, ПВЕ. Нет. Я эту базу, чтобы строил, когда строил, я строил и одновременно отбивался. Тут постоянно идет война, постоянная стрельба. Лут лутается легко, его много, техники много, так что не переживайте по поводу каких-то потерь и неаккуратной игры. Не надо бояться что-то терять, даже терять другого там человека с вашего клана. В этом плане не бойтесь. Здесь всего достаточно, всего в избытке играть интересно. Вот. Повторюсь, ссылочка в описании на дискорд. Заходите, пишите ник мой Константин. Пока только мне, потом, когда будет больше людей, будет больше кому написать. Я об этом буду говорить в каждом своем видео. Итак, давайте приступим к фарму денег. Для того, чтобы нам взлететь с моей вертолетной площадки, недостроенной, да, с моей башни, кстати, надо сразу посмотреть. Был рестарт. Сразу первым делом, что вы делаете после рестарта, смотрите расположение миссии. Если я живу здесь, значит, вот здесь у меня может быть заспавнится миссия на этой площадке. Или здесь. При взлете на вертолете меня могут сбить с РК или со стингера. Вот. Поэтому надо быть аккуратным и внимательным. И когда мы будем сейчас летать, нужно всегда обращать внимание на вот эти все миссии красненькие, да. Примерно с расстояния километр вас уже могут сбить. Навестись на вас и сбить. Особенно, если скорость невелика у вас. А на большой скорости мы летать не будем, потому что нам нужно будет хорошо осматривать местность. Нажимаем шестерочку, вызываем виртуальный гараж. Виртуальный гараж. Вот он. На данный момент у меня есть Хаммер с подствольным, с гранатометом, да. АГС автоматический гранатомет складной. Феник бронированная, тачка черная. И Орка. Вертолет. Ретрив. Вызываем ее. Виртуальный гараж. Очень удобная тема. Количество вместимости машин зависит от уровня вашей базы. У меня пока что уровень третий. Я могу поместить у себя в гараже три или четыре техники виртуальном. Вот. Как вы машину посадили куда или поставили, там она и будет. Там вон моя подводная лодка. Ну, ее необязательно виртуальный гараж ставить. Она недорогая. Вот. Что же делаем? Открываем, да. Показываем свой пароль. Я его в каждом видео один и тот же показываю. 1987. Запомнили, да? В игре все равно его меняю постоянно. Только для видео один пароль. Заранее подготовленный. Вот. Взлетаем. Нажимаем кнопочку 5. Надеваем беруши. Это делается для того, чтобы... О, по мне уже стреляют. Уже сволота какая-то пытается меня убить. Потому что моя площадка еще не достроена. И... Меня пытаются прострелить при взлете. Это пофигу. Когда нас будет больше, мы этих ребят будем наказывать. Подсосников всегда хватает. И площадка, естественно, будет с бортами косыми. При посадке и взлете все будет хорошо. Вон те ребята, основные наши конкуренты. Они мне мешали строиться, убивали. Я их убивал. Я один, а их как минимум трое. Им нужно отомстить. Поэтому призываю ребята, вступайте в клан. Что мы теперь делаем? Наша задача фармить деньги. Денег мало. Много тратится на строительство и на все другие цели. Поэтому на правую кнопку мыши после взлета мы с вами приближаем камеру и осматриваем местность. Недавно был рестарт. Есть вероятность найти какую-то хорошую технику. Будем брать как минимум грузовики и хаммеры пятитысячники. Трехтысячники, 3750. Есть еще медицинские к хаммерам. Шкода какая-нибудь. Ну, их можно и не брать, в принципе. Здесь рядом у нас трейд. Сразу давайте правый control плюс кнопочка M. Английская. Открывает вам GPS. Если вы летите в вертолете, почти у всех вертолетов GPS встроены, как и у некоторых машин. Но у меня GPS есть в инвентаре. Поэтому даже если я буду бежать бегом, пешком, да, передвигаться, я смогу открыть себе GPS с помощью комбинации клавиш, правый control плюс M. Это чтобы вы знали. Тут вот у нас базочка кто-то себе отгрохал. Да. Посмотрите, баз тут полно. Люди строятся, поэтому рейдить всегда найдется кого. Давайте начнем, наверное, мы. Поиск техники с островов. Да. Вот здесь есть остров недалеко от моей базы. Я сразу полетел не в ту сторону. Уходил от стрельбы. Но этот остров тоже посмотрим. Вон есть там Skoda. Skoda неинтересная. Это где-то 1750. Ради нее снижаться, цеплять ее. Потом тащить на трейд. Не хочется тратить время. Потому что в ближайшее время мы должны найти хотя бы машину стоимостью в 5000. Это грузовик или Hammer. Также может повезти, найти бронированную тачку какую-то, да. Бронированные тачки уже стоят от 12,5 до 15. Но они очень редкие. Можно найти вертолет. Если вы играете с другом, то удобно. Друг может прям выпрыгнуть с парашютом, быстро забрать вертолет и улететь. Поставить на него замок, если вертолет вам нужен. Или же продать. За 15 косарей. Хотя смотря какой вертолет. Есть вертолеты маленькие, черненькие, стоимостью 3000. На продажу. Есть уже хорошие, которые тягают технику. Почти все тягают технику. А вон, смотрите. У нас первая добыча, в принципе. И далеко лететь не надо. Да. Грузовик. Мы его заберем. Еще один момент. Сейчас мы будем снижаться. Грузовик находится возле дерева. Делать это надо очень аккуратно. При снижении, особенно когда зависнем и будем ждать полоску зеленую, пока она пройдет для зацепа, старайтесь двигаться влево-вправо. Хотя бы немножко. Потому что вот такие снайпера, которые только что меня обстреливали при взлете, могут вас подсосать и выбить из кабины. Особенно если у человека крупнокалиберная винтовка. По мне стреляли не с крупнокалиберной. Я по звуку слышал. Все могло бы быть намного хуже, если бы это была крупнокалиберная винтовка. Снижаемся. Снижение на кнопку Z. В автовиза... Опа-па. Так, ребята, уходим. По мне обстрел идет. Обстрел идет. Вот с той базы, с которой я говорил. С конкурентной. Хорошо. Лишний повод вам, ребята, доказать то, что здесь живут петушки, которые мешают жить. Но меня они отсюда не выкурят. Как только людей будет больше, мы их зарядим под ноль. Нахрен. Снесем. И больше они тут обитать не будут. Построили свою деревяшку на вершине и думают, самые крутые. Ладно. Как мы и задумывали, полетели на вот этот остров. На этом острове часто спавнятся как вертолеты. Вот на вот этом. Так и техника. Тот же грузовик там можно найти. Несмотря на то, что на сервере всего лишь 11 человек. То есть, я 11-10 путешествий. То есть, ребят, которые готовы меня убить, уже вокруг вы насмотрелись, да? При взлете из базы вот. Так. Что у нас здесь? Вольцваген. Две с полной тысячи. Это понты. Тоже ради него время не будем свое тратить. На посадку и взлет. На снижение. Посмотрим еще получше здесь. То есть, таких как я, сейчас на карте должно быть как минимум двое или трое ребят, которые летают и ищут. Ну вот, как бы есть хаммер, да? Но это 3750, ребят. Тоже как бы не очень хочется. А вот это вот уже хорошая добыча. Это, ребята, 6000. Вот тот внедорожник, кабриолет, но он очень убойный. Как бы не убойный, а бронированный. Естественно, у него нет защиты кабины. Его легко прострелить с любого оружия. Но сам грузовик очень крепкий. Он спокойно сносит заборы, деревья даже некоторые, да? Этот джип. Это не грузовик, ребята. Просто хорошо бронированный такой внедорожник. Лучше, чем ландо-ровер или тот же хаммер. Он более крепкий. Будем так говорить. Смотрите, чтобы винтами не зацепились за какую-нибудь растительность. Как только вы снизились, например, на необходимую высоту, у вас появляется надпись Light the Object. Вот она. Колесико крутанули. И зеленая надпись. Нажимаете колесико. Выбрали этот Light Object, да? Нажали колесико. Пошла полосочка. При этом, ребята, делайте вот так. Лево-право. Лево-право. QE. QE. Потому что если где-то какая-то крыска целится в вас, она может вас убить. Поэтому всегда двигайтесь. После зацепа нажимаете X и вы выходите из автозависания. При посадке используйте всегда автозависание на X. При взлете не рекомендую. И при, ну, вообще управлении где-то так. Если резко остановиться, то да. Опачки, смотрите, ребята. 5500. БТР стоит. БТР 40. Мы сейчас за ним вернемся. Это тоже 5500. Это хорошие деньги. Сейчас мы посмотрим, сколько уже видео идет. Примерно 6-7 минут, да? Ну, примерно за 35-40 минут. Сколько мы сможем набрать техники? Сколько заработать? Смотрим туда. А там стоит грузовичок. МТВР 5000. Рядом лодка. Но лодка меня не интересует. В общем, мы уже... О, смотрите. Взлетел. А взлетел он на чем? Это боевой, наверное. Нет? За мной, сволочь. Хорошо. Давай полетаем. Вот эта крыса увидела меня с базы. Видать, решила взлететь и повеселиться. Ну, еще зависит от того, насколько он хороший пилот. Сможет ли этот петушок меня споймать? Орка, вертолет, нихера не медленный. До 300 км в час он разгоняется. Наша задача в такой ситуации добраться до сейв-зоны. Мы, в принципе, в сейв-зону и летели. Чтобы продаваться. Он, естественно, отправится за нами. Будет пытаться нас сбить. Да, летит за нами. Ну, тут ему уже могу только пожелать удачи. Мы уже залетаем в сейв-зону. Не-не-не, родной. Ни хрена у тебя тут не получится. Калибр у него хороший. Теперь садимся. Все, мы в годмоде. Он нам ничего не может сделать. Главное, сильно большую высоту не набирать. Однако, по мне, он пулькой один раз прошелся. У меня 83 хп. То есть, меня где-то зацепило. Ничего, мы, ребятки, этому петушку еще отомстим, как только наберем людей. А может, я один к нему схожу. В годмоде он мне ничего не сделает. Садимся. Технику можно, чтобы она коснулась о землю. Оп. Выпрыгиваем. И наша задача быстренько в нее залезть. Как только мы в ней побывали, в сейв-зоне ее у нас уже никто не отнимет. Давайте заглушиваем вертолет. Хотя... Не, лучше, наверное, заглушить. Хотя не будем его глушить. Быстрее взлетим. Теперь мы это дело продадим. Сейчас подгрузится здесь трейд. Вот. Эдугава. Он меня даже как-то убивал. Он с ракетами. Видите, у него миниган, ракеты. Этот вертолет стоит 160 тысяч. Ребятки богатые, значит. Разбогатели. Так, пойдем продадимся. Как я и говорил. Так, тут обязательно выбирайте. Если вертолет, то читайте. Если ваша техника, которую вы хотите продать, тут тоже будет написано. Вот Орка, это мой вертолет. Cargo Prowl Light, это мой джип. 6 250. Одесс. Все, я заработал 6 250. Естественно, эти деньги, чтобы не просрать, наша задача положить в сейф. Идет как бы банк. 23 тысячи. Сейчас эти петушки будут где-то меня тут пасти. Ну, чтобы серия получилась более интересная, я, наверное, рискну и полечу. Посмотрим, сколько хватит, насколько хватит ихнего боезапаса, чтобы меня преследовать. Вертолет они немножко коцнули, и меня коцнули. Поэтому давайте мы с вами скушаем хотя бы... Нет, вишперин не будем. 30 хп. А давайте съедим вишперин. Вишперин вылечит меня на 30%. Вот. Потому что от вашего состояния зависит то, как вы будете видеть вообще игру. Игра начинает тускнеть, краски начинают, цвета меняться, если у вас плохое состояние. Взлетаем. Я уверен, что эти петушки где-то меня тут ждут. Поэтому... Улетаем. Наблюдаем, где они. Пока я их не вижу. Они, возможно, на большой высоте сверху у меня пасут. Вот вертолет заспавненный. Но это из дополнения хеликоптер. Были бы у меня... Если бы хеликоптер был куплен, можно было бы его забрать. Там он у нас стоят. Вон они, вон они влезят. Видите? Вдвоем уже. Ну давайте, ребятки, повеселимся. Посмотрим, насколько у вас хватит боезапаса. Давай, давай. Немножко, ребята, отойдем от темы видео, да? Потому что эти петушки явно хотят меня сбить. Даже если у них получится, мне пофиг. У меня ничего с собой ценного нету. Давайте, давайте, уроды. Давайте. Давайте. А теперь давайте попробуем набрать скорость. На низкой высоте тоже идти хреново. Вертолет уже не мой. Здорово так покоцали. Не будем им винт подставлять. Так, вертолет начинает дымиться. Все, меня сбили. Выпрыгнуть. Раскрыться. Не раскрылись. Вот такой вот. Ну, ребята, против двух боевых вертолетов, естественно, долго бы я не полетал. Это пофигу. Сейчас мы с вами заспавнимся. Вот я вам показываю причину, по которой я хочу этих петушков наказать. Поэтому, ребята, присоединяемся в клан. Так, нажимаем респавн. Они думают, они меня выбьют отсюда с этой миссии, с этого места. Не тут-то было. По сути, я бы мог там отсидеться на трейзе, да, и все. У них частый онлайн. Они тут тусуются. Так, наша задача продолжить зарабатывать. На вертолете я показал, можно зацепить и тягать технику. Если вы ее быстро обнаруживаете, с этим проблем нет. Сейчас у меня как бы вертолета нет, и пока эти педики тут летают на этом острове, они меня будут палить. Поэтому давайте с вами заспавнимся в Котому. Вот так. И попробуем еще найти какую-нибудь технику на продажу. Так, естественно, нас обнаружить очень сложно. Нам бояться особо нечего. Единственное, что в этом Котому частиком сидят ребятки. Ну, хотя с таким онлайн нам вряд ли. Опачки. Блин, неужели мне повезло с вертолетом опять? Смотрите, ребята. По-моему, я рядом заспавнился с вертолетом. Хотя при взлете этому вертолету могут помешать деревья. У меня с собой топора нету. Вертолет хороший, который тягает технику. То есть наши приключения сейчас, ребята, продолжатся. Я сам того и не ожидал, что я выберу место для спавна, в таком месте хорошем. Да, вертолет исправный. Немножко подбитый. Топливо 125 литров из 250. Вполне ничего. Нажимаем пятерочку опять, чтобы у нас не было звука лишнего, да, постороннего. И продолжаем искать технику. Так, там у нас миссия. Этот вертолет гораздо более плавный и маневренний. И на свой остров я пока не полечу. Будем искать технику. И продавать ее на ближайшем трейде, который рядом со мной, да. Только что был рестарт, поэтому ищем. Ищем, ищем. Так, Шкода белая. Ну, это тоже так, денег так себе. Две с половиной в районе трех, может быть. Ради нее спускаться не хочется. Этот вертолет, ребята, естественно, я могу продать, получив за него хорошие деньги. Как минимум 12 с половиной тысяч, а то и 15, я не помню. В зависимости от вертолета. А могу поставить на него замок, который стоит пять тысяч, и оставить себе. Это как бы не проблема. Так. Что у нас на этой полянке? На этой полянке с Жигули стоит. Шкода. Ничего интересного. Ладно, слетаем дальше. В принципе, за это время, если бы меня не избивали, да, я бы мог натаскать примерно за 30 минут игрового времени, как минимум 5-6, а то и 7 хороших машин. Заработать как минимум 35-40 тысяч. С учетом того, что такой вертолет, самый дорогой, на котором мы, на котором только что меня гоняли, стоимостью в 160 тысяч, вы понимаете, что, в принципе, за него заработать, за несколько рестартов с помощью вертолета, ну, пускай день, два, и 160 тысяч можно легко нафармить, если тупо заниматься вот так вот поиском техники и ее продажи. Так, в этих местах я не вижу ничего. Там пикап стоит обычный, ну, пикап тоже копейки стоит. Нам бы хотя бы грузовик или хаммер не медицинский. Пятитысячник. Так. Вот мой товарищ Дроган заходит в игру. Он, он не знает, что я записываю видео, поэтому пытается мне докричаться где-нибудь в Дискорде, а я туда и не заходил. Так. Обращаю внимание, ребята, всегда на то, куда вы летите. Залетите в область миссии в радиусе километра 800 метров, на вас наведутся зенитчики со стингера или еще с какой хрени и лупанут. Конечно, у этого вертолета есть на С нажимаете ложные цели выпускает, да? Только не конечные. Штук 20 выпустите и все, или может 15. Но не у всех вертолетов эти ложные цели есть. У Ми-8, допустим, транспортного белого такого у него нет вообще. То есть он открытая мишень и никакой защиты у него нет. Вот это вот промзона, ребята. Одна из промзон. В прошлом видео мы с вами лут... Оп, что у нас тут? Не могу понять. Это хаммер, да? Только вопрос в другом. Это хаммер? Кто-то приехал полутать промзону или он заспаунился? Сейчас мы это узнаем. Если техника открытая, это хаммер. Это 5000 надо забирать. Я думаю, заспаунены. Впереди стоит маленький вертолет, он технику не тягает. Заспаунены, да? Всего быстрее. Потому что побитый какой-то. Тоже очень удобно и интересно такое встретить, когда вы бегаете пешком. Хоп, нашли. Хоть какой-то вертолет, даже мозик уже будет приятнее. Да, если техника открытая, она цепляется. Появляется значок зеленый, пошла линия после нажатия. Не забывайте немножко вилять, чтобы вас снайпер не навелся и не выстрелил взлет. Убираем автозависание и опять летим продавать технику. Так, ближайший трейд. В принципе, там мы уже пролетели. Зачем нам лететь по тому же самому пути? Расстояние от этого трейда, ну, на этого чуть дальше, но зато мы тут не летали. Прочекаем заодно обстановочку. Если что, сразу начнем чекать этими метками какую-то интересную технику. Метку ставит левая кнопка мыши, левый шрифт. Вот. Погони за нами нету. Помечаем. Сильно большую высоту тоже набирать не стоит. Летим на трейд на другой. Я выбрал тот трейд, который немножко дальше, чтобы, извините за кашель, чтобы чекать те места, где я еще не летал. На наличии техники. Вон тоже стоит пикапы Жигули. Так, здесь не будет. Можно немножко ускориться. Когда все хорошо и спокойно, можно использовать мышку для управления. Shift для набора высоты. Если вы чувствуете, что высота снижается, когда вы накреняете вертолет вперед, можно накренить вертолет и с зажатым левым шифтом вы не то, что набираете высоту, вы ускоряйтесь, вы летите вперед быстрее. Как бы Shift это тяга. Если вы не наклоняете вертолет, вы летите вверх, набираете высоту. Если вертолет наклонить, то полетите прямо, да? Немножко, ребята, подтупливаю, потому что управление... Вот это вот, ребята, тоже заспауненный вертолет, огромные деньги из дополнения «Хеликоптер». Вот я и говорю, что если хотите со мной играть, то понятно, что нужно купить арму 3, если у вас ее нету, и дополнение «Апекс», чтобы играть на карте Тоноя. Но если у вас есть дополнение «Хеликоптер», вы, считай, будете зарабатывать быстрее, чем все остальные. Оно недорогое, и на скидках вообще порой стоит копейки. Плюс дополнение «Марксмен» тоже позволяет вам использовать 7 крутых стволов, добавленных в игру. У меня это дополнение есть. И плюс эти стволы очень часто спавнятся. А он и «Дроган» 11 километров на базе, наверное. Вот. Так, подлетаем, можно немножко левее брать. На этих полянках я пока, но я не особо так внимательно смотрю, потому что я много разговариваю и достаточно на большой скорости лечу. Обычно я летаю медленнее. Просто я хочу быстрее долететь, продать этот «Хаммер». Так, здесь обычно техника спавнится в пределах дороги. Дороги примерно 100 метров 150. Так, все, мы в зоне, в сейф-зоне. Давайте снижаться. Это одна из трейдов зона, да? Безопаска. Включился годмод. Сейчас мы толкнем этот «Хаммер» и полетим дальше искать еще технику. Напоминаю, автозависание на «Х» используйте только при посадке. Не нужно использовать его при взлете. При взлете, потому что если вы стоите на каком-то холмике, вертолет немножко накренен. А, кстати, у меня пробитый бак, ребята. Мне нужно ремонтировать вертолет. Вот так как у меня... Ну, можно на бензоправку присесть, но это рискованно. Пока вы будете ремонтироваться на бензоправке, вас могут убить. И это как бы тоже недешево стоит. Бак пробитый, поэтому я этот вертолет сейчас продам и дальше пешком попробуем еще что-нибудь найти. Вот. Так, давайте немножко сюда. Вертолет, хорошие деньги, «Хаммер» плюс хорошие деньги. Можно коснуться земли и «Хаммер» сам отцепится. Или же крутануть колесико и будет надпись для отцепления. Рядышком сажаем вертолет. Здесь годмод. Не бойтесь, удариться сильно обо что-то. В другой ситуации вы бы взорвались или поломали вертолет, повредили. В этой зоне люди даже с большой высоты как-то с разгона приземляются ударом об землю и ничего, все в порядке. Давайте мы займем позицию. Трейдзоны иногда подлагивают, потому что здесь много игроков, построек. они сейчас прогружаются и потом лагов нету. Буквально несколько секунд. Для того, чтобы продать технику, которую вы подбираете, обязательно в ней посидите. После того, как вы чекнули ее, сели за руль, посидели, вылезли, эта машина чисто ваша в этой зоне. В сейф-зоне ее больше никто, кроме вас, не возьмет. А если попробуют, будут оштрафованы. Залезут, вылезут, их система вытолкнет, и они будут стоять как олени. Секунд 30 или 40 не двигаться. То есть, наказание такое. Поэтому не бойтесь, что в инвентарь или в тачках вашей машине кто-то залезет. Давайте продадим сначала сколько стоит вертолет? Вертолет 8500. Так себе вертолет, значит. Ну, все равно свои функции он выполняет хорошо. Hammer, чтобы продать, нужно подождать 120 секунд, 2 минуты. Это сделано для того, чтобы не было распространено вот этой чистерской херни дюб. Все знают, что можно удваивать, утраивать некоторые вещи. На этом сервере стоит защита, и поэтому должно пройти хотя бы 2 минуты для того, чтобы эту тачку продать. Вообще любую технику продать. Одну продали, потом вторую продали. Вот. Хоп. 31 тысяча. Вот так вот, ребята, фармить с помощью вертолета. Сейчас я продам Hammer, и мы еще с вами прогуляемся вот в эту вот, наверное, сторону. Так, или вот сюда прогуляемся, да? Поищем какую-нибудь машину. Тоже на продажу. Может повезет, найдем какую-нибудь летающую. А, кстати, ну да, вот здесь вот в промышленной зоне много вкуснятины, да? Промзону в прошлом видео я лутал вот эту. Здесь более безопасно оно делается в центре карты. Здесь более опасно, но здесь больше объектов, значит, больше лута промышленного. Вот здесь мы видели вертолет черненький только что. Вот здесь я взял Hammer. Вот, имеете ввиду. Я так по ходу рассказываю обо всем, что в голову лезет, чтобы у вас было больше информации по этой игре. Так, Hammer, Hammer. Hammer крутая, конечно, штука, если вы начинающий игрок, по дорогам прорываться, даже если вас начинают обстреливать, не факт, что вас остановят. И колеса достаточно крепкие, ну и скорость хорошая, вообще хорошая скорость для такой брони. броня так себе, ну есть, конечно, тачки, что ого-го, вот как мой финик, допустим, ну извините меня, до таких еще нужно как бы заработать или чтобы найти ее, это очень сильно должно повезти. На всю карту может быть одна или две такой техники и попробуйте их найдите, особенно когда высокая конкуренция. Так, две секунды, хоп, все, 5000, одиос. то есть мы с них взяли с двоих 13500 вполне себе так сексуально. Хотя есть вертолеты и бронированная техника стоимостью по 15000. Ну зато у меня уже 36000, я уже как бы не на мели. Кстати, по поводу X-Siles-мода, вы понимаете, что здесь как бы репутация имеет большое значение. Если вас убивают, репутация быстро падает. Если убиваете вы кого-то, то репутация растет. Также она растет при торговле. Чем больше вы торгуете, тем больше вы зарабатываете себе денег, тем больше естественно у вас растет репутация. Но это более долгий процесс, чем кого-то убить. Но чтобы убивать, нужно делать засады, знать карту, знать места, где обитают игроки, вот, и их убивать. Да, можно убить, я один раз убил чела, который пришел меня рейдить с подствольного гранатомета, ему лупанул сбоку, он не ожидал, что я в игру заведу. И мне за него дали 11000 репутаций. Чтобы торговлей такую репутацию набить, это ребята нужно поиграть в голимый день точно, наверное, ну или хотя бы полдня, торгуя техникой, вооружением и другим лутом. По чуть-чуть эта репутация набирается. Что такое репутация? Репутация позволяет вам как в РПГ, допустим, есть предметы белые, зеленые по качеству, потом синь, фиолет, оранж и так далее. Здесь тоже такая же иерархия системы. Самый лучший лут оранжевый или там светло-розовый, тут по-моему розовых два. Темно-розовый и светло-розовый. От репутации зависит то, что вы сможете купить. Вот. Как-то так. Вот. Если у вас хорошая репутация и есть деньги, многие редкие предметы, которые купить можно, вы купите, но есть такие предметы, которые даже и купить нельзя, неважно какая репутация. Кстати, видите, впереди холик холик раш. Давайте мы до него добежим и посмотрим, что там есть вкусненького. Потому что, потому что, потому что у меня с собой мой пулемет, он из-за хорошей репутации мне дается всегда пулемет после спавна, да, после смерти. Вот такой вот накидка у меня зеленая, но она не всегда зеленая, иногда она пустынного цвета, и это жутко бесит, когда на Тонуе играете и бегаете желтой точкой. Конечно, лучше такое оружие, такую шмотку быстро сменить. Вот на зеленое самое то. Пулемет это, конечно, хорошо, но в 5.56 калибр с отдачей этого пулемета тоже так себе. Хорошо бронированного игрока, хрен убьете, он убежит, попадете в него два-три раза, но не убьете, а спалитесь только. Я люблю крупнокалиберные снайперские винтовки, убойные, с калибром 12.7. Так, прогрузилась миссия к это. Вот, или же тихое оружие, тот же винторезик, пускай он не сильно убойный, но на ближние дистанции, средние, он достаточно точный, до 200 метров хорошо его использовать. И очень тихий, то есть очень трудно определить, с какой стороны стреляют. Вы тупо не услышите даже вспышку, даже звук выстрела не услышите. Так, там он что-то стоит, возможно, это транспорт. Естественно, ребята, когда играем в группе, все гораздо более интересно, и лутаться безопаснее, и прикрытие можно организовать. Тут вот Шкода у нас есть, да, то есть пикап, ну, пикап этот, по-моему, Шкода, да? А нет, Датсу, какой-то китайский, походу. Ну, он даже цепляет технику, этот пикап, он считается как типа грузовик, достаточно мощная техника. Кстати, можно, нет, с таким двигателем я все-таки беруши надзену, а вот когда мы просто бегали, можно было беруши выключить. Напоминаю, ребята, набор в клан, голосовая связь обязательно, возраст желательно 25+, ссылочка в описании под этим видео на мой дискорд. Заходим, ищем ник Константин, пишем мне в личку, я такой-то, такой-то, голосовая связь имеется, мне столько-то, хотел бы, или какой-то, может, вопрос зададите, что за сервер, и все остальное, как бы, но это опять же, я буду называть, где, что и как, если ребята будут соглашаться играть. В общем, любое обсуждение, потом мы с вами свяжемся в голосе, пообщаемся, потому что играть обязательно только через голос. Подъехали мы к холикоптеру, ой, к холикрашу. Ребята, вот такие места очень часто минируются минами, другими игроками, в самом начале, особенно после рестарта, набрать с собой мин, пролететься по этим холикрашам, наставить мин, и вероятность велика, что кто-нибудь на эту мину нарвется, сдохнет, и вам капнет хорошая репутация. Особенно, если игрок такой вот, допустим, у меня за, за то, что меня убивают, меня берут по 3000, по 2500 репутации. Есть игроки, как я рассказывал, по 11000. Опачки! Самый крутой рюкзак на сервере, самый большой. Берген. Это очень радует. Так, что у меня здесь, это заберем, это скинем. На 100 единиц больше. Мой 320, это 420, оглушитель 762, тоже пригодится. Так, что у нас по оружию здесь есть? Так, это рюкзак. Так себе, это вот какой у меня был. Бывает, что очень хорошие стволы тут спавнятся. Ну, мне, походу, не повезло. Заспавнились только, спавнились только шмотки. Вот это маскировочный костюм джунглей, я его заберу. Хороший костюм. Так, можно отъехать, через 5 минут 10 сюда вернуться, и тут уже будет другой лут. Если у вас есть какая-то техника хорошая, можно так туда-сюда тыркаться. Если боитесь лазить по городу, по военным домикам с военным лутом, можно, в принципе, вот так вот и делать. Так, ну, что у нас? Что у нас? У нас уже 2.42, уже видео идет достаточно долго. Поэтому, ребятки, я сейчас, наверное, отправлюсь обратно на трейд, продам этот пикап, чтобы не терять денежки, и буду заканчивать. Показал некоторый игровой процесс, хотел, конечно, больше полетать, больше показать. Но вот вертолет попался мне с пробитым бензобаком, я бы далеко не улетел. То есть, мне нужно было бы лететь сейчас на бензоправку, ремонтировать его, а это не дешево. То есть, я был в убыток себе. Он стоит всего лишь 8500. Я бы на ремонт уклал бы как минимум 2000. Плюс заправить полный бак. Если бы, в принципе, я бы остро нуждался в вертолете, то, конечно же, я бы его восстановил. Особенно, если бы у меня была ремонтная тачка на базе. Так, как мы тут, нам влево, да? Надо приблизить. Не забывайте прожать лайк, подписаться, ребята, поддержать меня, если вам нравится такой преподнос, материала, потому что я стараюсь описывать все, что я делаю. Это сложно. Где-то я подтупливаю, потому что я пытаюсь управлять техникой или вертолетом, при этом говорить что-то несуразное, возможно. Но, тем не менее, дать какую-то информацию. Большинство ребят, которые записывают игру, ну, арму, просто играют и говорят с друг другом. И, как правило, какой-то конкретной информации, тот, кто ищет информацию по игре, не получает. Они делают то, что делают, просто записывают. Я стараюсь быть наиболее информативным во всех своих роликах. Вот. Сейчас продадим, посмотрим, сколько за него. по-моему, две с лишним тысячи за него я смогу получить. Тоже халявные деньги. Первые несколько дней я любил бегать пешком, потому что карта тонует вообще. Обалденная, красивенная карта. Я ее изучал, лазил в джунглях, там всякие. Со второй мировой войны находил текстуры верт этих самолетов упавших, техники боевой, куча построек, крепости, доты, дзоты. Даже есть в центре карты вот здесь, где-то вот здесь. Так, где-то, где-то. Сейчас, подождите. Вот. Руины храма. Это какой-то ацтекский или инковский храм. Там спавнится много оружия, снаряжение военное, рюкзаки. Короче, крутое место, можно ходить, лутать, и там такая глушь, и тишина, что никого нет. Вот. Так что мы сейчас с вами, ребята, продадим этот пикап. Ну, а следующие видосы уже буду... Все-таки я покажу вам этот храм потом, наверное, в других видео, когда буду какие-нибудь интересные места снимать, буду показывать. Там стоит побывать. Так, ресурсы, да, что у нас? 2000 ровно за него мы получаем. В принципе, так вот, сколько за вертолет? 8,505. Так, за хаммер 5, 13,500, плюс 6 тысяч 250 за тот джип, 20, да, ну, в районе 22 тысяч, я заработал за сколько, 40 или 35 минут, при этом меня успели подорвать, я успел без толку, без толку полетать, без толку побегать, просто помешали, да, и очень много говорю, при этом тоже, как бы, трачу на это время. Как правило, за 30-40 минут, летая на вертолете, собирая технику, вы будете, будете зарабатывать, если еще и повезет найти 15-тысячную технику какую-то бронированную, вы можете ее себе оставить или продать, то можно даже при самом классном раскладе заработать в районе 80 тысяч, 60, так как верняк за 40 минут, ну, пускай 50, ну, вы сами представьте, если хорошая бронированная техника на этом сервере с пушкой автоматической, с тяжелой, или с гранатометом, АГСом, да, вот как у меня на хаммере, только хаммер это легкобронированная техника, его пробивают боты с разной техники, то бронированную тачку с такой пушкой, даже не вылазя на крышу, просто стреляйте изнутри, как из танка, то такая техника стоит 130-120 тысяч, вертолет, вот этот блатной с ракетами и с миниганом, 160 тысяч, при этом, ребята, стоит заметить, что это мод EXILE, здесь нет ракет самонаводных, только прямого наведения, то есть попробуйте еще и попадите, с самонаводными ракетами я на таких серверах даже не играю, потому что это полный бред, вот, где-то завис, попустил ракету и убили, ну, и это очень дорогая техника, не так-то просто на нее нарваться, все, ребята, на этом буду заканчивать, еще раз спасибо за ваше внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик справа от кнопки подписаться, после того, как подписались, чтобы сдать, чтобы вам приходили мои уведомления о том, что я выпускаю новые видео, все, на этом буду прощаться, пока-пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok